Жить будем, не помрём, смотрит с оптимизмом в будущее один из постояльцев приюта на улице Юрьевской. И хоть его прошлое напоминает действия Романа «Униженные и оскорблённые», сейчас он доволен тем, что происходит в его жизни. А протекает она в этом доме обездоленных. Сюда он попал после того, как из-за обморожения ему ампутировали ногу. Несколькими годами ранее мужчина потерял все документы. Теперь свой новый дом он называет коттеджем. Он оказался после больницы уже здесь год. Нахожусь. Его оказывают все услуги. Предоставляю ведь. Убежаться не нужно. Николай не единственный, кто оказался в непростой ситуации. Мест для людей, которые попали в реабилитационный центр Владимира Бомбш, хватит на полсотни. Важную роль в оказании помощи играют санитары. И если служба Татьяны не опасна, то уж точно трудна. В день она может принять до 40 людей. Но в своей работе ничего героического она не видит. Для неё всё это прежде всего помощь людям. Мы их переодеваем, моем, бреем, стрижём. Они у нас потом идут по медицинским услугам, если им что-то там нужно. Потом кушают. Благодарности пишут. Директор центра рассказывает, что подобных домов для немощных во всей России единицы. В стенах этого дома для людей с непростой судьбой каждый сможет получить путёвку в жизнь. Они все приходят сюда. Они здесь получают квалифицированную помощь. То есть, например, в этом году был восстановлен паспортов 71 паспорт. Но, по признанию директора, помощь добровольцев им не помешала бы. Её ждут и волонтёры, которые решили с 1 февраля этого года вернуть к жизни приют на железнодорожной улице. Раньше здесь в холода могли переночевать люди без определённого места жительства. Главным условием было не принимать спиртного. Тогда сюда пускали поспать и поесть. Здесь даже выдавали тёплые вещи, которые приносили люди. Но недавно ночлежку закрыли. И вот после нескольких месяцев простоя, теперь уже новый хозяин хочет возродить доброе дело. В планах у волонтёров организовать санитарные, кухонные, административные блоки. Ну а пока, по словам городея Бачурина, любой нуждающийся может прийти в их центр на железнодорожные и поесть. Когда мы приняли его, здесь было всё запущено. То есть, месяц или сколько-то. То есть, зимой вообще он ещё не работал. В данный момент проделана работа. То есть, выведен весь хлам, почищен снег, чтобы люди могли были заходить. В данный момент у нас ежедневная кормёжка. Каждый из тех, кто не остаётся равнодушным к беде других, надеется на помощь не только чиновников, но и всех неравнодушных. В приютах нуждаются в тёплых вещах и элементарных медикаментах. Главное, чтобы нынешняя зима для этих людей не стала последней. Алексей Домнин, Дмитрий Журавлёв, 6 канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok